такая друзья красота вот этот храм там вдалеке храм николая чудотворца города дмитров а дмитровский район поселок рогачева тут видите сами я вот такой вот здесь трактор стоит такой вот крутой трактор друзья вот такой вот шар воздушный идет на посадку смотрите какая красота хотя может стоять полное говно это как так есть места и покрасивее друзья вот такие вот поля ищем одно место где-то в ебенях и кубкинях как у нас путешествие маленькая очень нравится путешествовать ездить но пока что у меня какие путешествия мотаюсь по вахтам и снимаю снимаю то что вокруг там какую-то природу меня куда-то заносит далекие далекие места как вот сейчас там самую жопу там у нас грёбаный насос мы здесь не пройдем веди нас с усанин веди нас герой а как там дальше помнишь станислав александрович чем чаще тем лучше это станислав александрович друзья кстати тоже я евгений александрович домашние воспитывая на молоде у меня что-то чешется в области паха ниже маска же кусает она вот и она же она она же кусать не как комар там подлетел комар чик пробил там кожу да и сосет кровь а маска она вообще она получается вот такие зубы и одни крылья короче такой вампир мелкий противное такое существо на планете понял это маска ну в общем она тебя кусает она отрывать плоть твою маленькую пускай будет кусочек плоти твоей горючей отрывает просто можно понять что русская наша природа я спускаюсь по ступенькам видите на какие ступеньки крутые смотрите какая красота друзья смотрите как здесь красиво я делюсь у нас и покажи подожди держи 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 я вот такая вот у меня монетка я хочу загадать желание как это сделал так друзья друзья надеюсь что желание которое я загадал а я загадал не одно желание будет что-то трубочка наш лес пособи свое дерево еще можно здесь снимать и о чем тут можно говорить несет вообще не кидай я вообще не снимает счет тут можно снимать смотрите люди какая вокруг красота насколько прекрасного вокруг те же блоги а если ты притеку реки умеешь конечно да а вот это с ними вот куда-то идет туннель труба я думаю может потом посмотреть сходить куда она ведет мощно рнешь не прям в кепе горячий не буду но лучше будет издата водичка извиняюсь за слонгийский дедка дженерал мотошки че там потерялся ты еще свой остров и как-то случайно я себя снял я вам это уже говорил куда-то в общем ролике снялся я просто вот пошел по улице не скучно было достал камеру стал снимать свободен словно птица в небесах я свободен я забыл что значит страх я ты намасил я да выкинь их вообще выкинь их водопад русский самогон ну ты расскажи подписчикам что такое самогон что рассказать как его варить что это самогон я за здоровый образ жизни потому что я щас не пью так махита тоже бывает безалкогольный ща бы косичка бы дернуть не помешало бы ну это уже за кадром наверное да друзья если вы так же считаете пишите в комментариях давай нажимай да че ты это не мужик что ли сильней давай давай женька я верю в тебя думаю вам от цветов зайдет поэтому не забываем ставить вот такие вот жирные лайки комментарии обязательно подписываемся на мой канал а также можете донатить номера и кто на кошельков и ссылочка на донат будет в описании под этим видео друзья кстати никогда не гоните за деньгами друзья потому что деньги если вы будете ставить цели а деньги вы никогда не добьетесь результата я это понял на собственном опыте если вы будете известны с деньги там к вам не придет неизвестность друзья они деньги к вам не придут ставьте лайки подписывайтесь на канал джека оставляйте комментарии и до встречи братья всем стало больно и слота ныне души такая друзья красота вот этот храм там далеке храм николая чудотворца я уже его для вас снимал вот над ним воздушный шар видимо шара с этого воздушного тоже люди снимают как с квадрокоптера видео вот храм и там сверху воздушный шар парень друзья два сердца это первое а вон там второе 1 шар форме сердца и и 2 и по центру белый с красным друзья вот шар идет на взлет я немножко запыхался бежать ну по моему дыханию вы слышите как я бежал чтобы для вас поснимать но много не успел он уже оторвался прилично от земли поэтому извиняюсь за мат если где-то проскочила словечко поскольку я бежал радостно не успел что других слов теперь нет все слышите там что там у нас газовая да стоит горелка наверное такой вот шар а ты был похож больше друзья он оторвался так прилично уже от земли и летит высоко-высоко в небо надо бросать курить друзья что-то я уже легкие не те чтобы 20 лет были вот он такой красавец друзья вот такой вот шар воздушный идет на посадку смотрите какая красота друзья вот такие вот поля ищем одно место с моим знакомым стаффом сказали что водопад очень живописное место а пока что мы вот ищем идем по такой дороге неровный я уже запыхался на слышно по моему дыханию я уже вздыхаюсь уже жарко но сегодня солнце не так печет такая вот картошка тут растет мы вышли куда-то в поле здесь три саппоза или четыре с этим четыре будет уехали три вот эти вот дома на против стоят нам нужно было на ту сторону переходить такая вот дорогая ровная а мы пошли здесь по этой стороне так вот все заросло речка чуть дальше вам покажу сниму не буду постоянно жечь аккумулятор в телефоне не пройдем да а что там обрыв и вода да здесь все заросло друзья вот впереди Стас Станислав кстати у меня есть отрывки его игры на гитаре мы были на музыкальном магазине может быть даже я в это видео его вставлю как разбавить видосик разбавить горячее копию водой разбавляют или горячий чай так же я разбавлю этот видосик скажи что нибудь людям находимся где-то в ебенях и кукинях да такое у нас путешествие маленькое идем 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 не знаем куда не видим куда человек уже разумся босиком идет а я в кедр иду в кедр и ноги у меня уже засыпается песок длинно прям мне в кедр друзья я вот человек уговариваю посниматься он все это идет в обратную в обратку как это правильно в отказ ну вот деревня называется Гуево Кукуево вот да отвали отвали нет деревня называется Трогачево поселок Трогачево вот и я считаю то что например себя я друзья снимаю да выкладываю вот у меня год назад не было такой белой бороды да я не был такой седой да друзья как сейчас видно да у меня белая борода небритый да вообще такой ну как салфи палка кстати как этот как правильно сказать джигит вот джигит небритый и у меня белая борода вот а не выспавшиеся глаза да друзья вот я считаю то что у меня год назад была белая борода да а завтра лысина появится да я сейчас могу уже посмотреть нормальный там с нормальным причесоном да друзья послезавтра там у меня последний зубик выпадет да что там у нас гребаный насос мы здесь не пройдем не пройдем подожди подожди сейчас посмотрю тоже народ такая вот здесь место субтропическое или тропическое видите главное не полетить не с телефоном а тогда съемка прекратится и вам нечего будет смотреть друзья вернее не о чем даже скажем так не то что не что видите да есть такое болото короче друзья как-то мне отсюда его надо выбраться вот друзья вот мы ищем водопад вот здесь короче такая вот место мы дорогу искали чтобы дорогу короче переплыть как это озеро пешком желательно переплыть но у нас не получается никак видите это все картофель все картошка картошки такое вот небо красивое да голубое голубое облака такие белоснежные сливочного цвета такого молочные а вот это серая кстати область это оба дела будет дождь сегодня и гром вот друзья мы идем и никак это никак не можем выйти я вот не пойму нам короче друзья один мужичок сказал что здесь где-то поблизости водопад есть прикольный и там можно отдыхать жать шутки стоят столики очень короче необычно я хотел для вас это место поснимать необычное пока мы идем друзья но что-то я вернее мы со Стасом но что-то мы со Стасом пока не можем найти да это место Станислав Александрович чем чаще тем лучше это Станислав Александрович друзья кстати тоже Евгений Александрович это Станислав Александрович будешь купить? да мы снимаем а кстати подписчикам расшифруй что это такое купить крепкий чай типа чефир нет это не чефир это такой крепкий такой хороший чай ну выпьем за свободу за выходные не запланированные которые нам дали которых мы не ждали свободу я подразумеваю вот это небо друзья вот оно вот это небо облака облака природа природа бля трава лето да и вообще здорово я просто кайфую на природе я просто кайфую я возмещаю потерянные нервы свои здоровьем может быть старую ходить босяком друзья Станислав босяком чтобы плохая энергетика уходила в землю ты наслаждался с созданием нашего создателя становишься Ближе к Богу, тем самым. Будешь? Я? Ну, давай, давай. Попробую твоего чудо-напитка. Надеюсь, он не отравленный. Прости нас, Господи. Я дойду нормально обратно. Да, друзья. Вот так, возьму. Пока салфеталку не стал брать. Чурок, довольно-таки вкусный. Надеюсь, туда Станислав Клопелина не добавил. Думал, человек неплохой, поэтому... Хотя, вроде смотришь, смотришь, что ты спокойно. Он маньяком оказывается. Надеюсь, он не маньяк, не сильный. Он про себя. Вот, друзья. Прям как рокер так выглядишь. А ты, в принципе, и же рокер, да? Да, но, правда, мотоцикла нет. Казак без коня, короче. Друзья. Пусть казак, бей. Друзья, давайте... Поможешь Станиславу Александровичу пить хорлейку? Да, я укажу ссылочку под этим видео на канал Станислава. Он там на гитаре играет. Он, кстати, неплохо на гитаре играет. Даже офигенно, я скажу. Вот. И вы можете ознакомиться с его творчеством. И заодно он там у себя укажет банковские карты, реквизиты. И вы можете ему там... Гитару меняешь, подкинуть на гитару, то сколько может. Там кто пять, кто десять рублей. А если быть точнее, задонатить. Чтобы не писали, я вот тоже часто прошу донат на свой канал. Вот. И люди говорят, что я типа милостей не прошу. Нет, это не так. А для тех, кто не знает, на YouTube это... Ну, ухо в ухо, друзья, залетело. Для YouTube это распространенная, так сказать так, вещь, когда ты просишь донат. И люди тебе помогают, чтобы интереснее было смотреть канал. Поэтому давайте кто что может. Может быть даже... А может у кого-то есть мотоцикл, ненужный стоит в гараже. И он, вот Станиславу, его в дорогах, как бы. Ты, кстати, в технике же, да, хорошо разбираешься? И он приведет его в порядок и будет человек ездить. Если у вас есть такая возможность, вы можете, в принципе, избавиться от хлама, а человеку сделать приятное. Как ты умеешь причепуривать? Друзья, вот такое вот озеро. Мы пришли на озеро. Вернее, мы мимо этого озера проходим, мы как не можем водопад найти. Нам сказали его обойти. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И там дальше, 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 там где-то находится этот водопад. То есть за Крудиком, за речкой, за этой, за озером, вернее. А, вот, все, да, перечислил. И прям там, за берегом, вернее, за берегом этого озера, есть какая-то тропинка, и она выводит именно к водопаду. Я так понимаю, друзья, вся вода отсюда сливается туда. То есть проходит там, видимо, какая-то труба или что-то. Может, какой-то ключ бьет. А то, что, тот же, что и в этом прудике, тот же самый ключ. Это мы разберемся уже там на месте. Тогда найдем. Вот так вода. Просто божественная, ну, хотя и грязная, но зато дает энергетику. Божественное, единение с природой открывает что-то, что-то в теле. Что мы все связаны с космосом, с небом и с Богом. Бля, джекка, дженерал мотос, ты че там потерялся, ты ищешь свой остров. Видите, как это способ зарифмовал. Как тебе вода? Отлично. Самое главное, это природа. Такая, друзья, природа. И единение с природой. Можете наблюдать мостик, кстати, да. Давайте приблизим такой вот мостик. Какие дальше планы? Планы? Да, на сегодня. А у вас есть план Мистер Фикс? А у меня нету плана Мистер Фикс. Есть пару планов, да. Прийти к водопаду и поснимать водопад. У кого-то вырвали клок-вовоз. Где? Нафига себе, тут оборотень что-ли. Смотрите, друзья. А может, тёпку шевелили? Тёпку шевелили. Заволосы. Ну, может быть, может быть. Вырвали клок-вовоз и гидалаги. Ага. Какая-нибудь эта история есть у тебя сейчас интересная для наших друзей, подписчиков? Просто мимо проходящие люди. Это мое любимое выражение, друзья. Может, какую-нибудь историю с людьми поделиться? В общем, я вспомнил про Машку. Рядом. Ну, вот сейчас Машка кусает. Здесь я просил, блядь. Человек не хочет, чтобы его ноги снимали, ну? Зачем мне об этом движение, блядь? Жека, жека. Жекер, блядь. Давай, рассказывай. Короче, что получается? Заехали в дремучий лес. Лето. Это, наверное, тоже где-то в августе было. Жарко. А лес реально дремучий. А заехали мы... Я не помню, зачем, но мы заехали в лес, короче. И мы немного, так, получается, заблудились в этом лесу. И напала Машка. Вообще жестко, прям, блин. Вот такая куча. Кусает со всех сторон. Я очень не знаю, что делать. Бегу в машину. И это... Перу одеколон. А мне что-то чешется, блин. В области паха ниже. А я, ну, в джинсах... Такой... Это... Джинсы широкие такие. Сам в траве иду, как бы, получается. И у меня внутри что-то в брюк, что-то чешется, блин. Е-мое. Я думаю... Что-то не то, блин. Что-то не ладно. Взял одеколон. Снимаю этот... Ремень. Открываю. И я в шоке. Я увидел, там, прям, рой мошки у меня внутри. И все напали на мои яйца, в общем-то. Ты представляешь, что это такое? Это сложно представить, понимаешь? Ну, я как автоматом беру, это, одеколону, и брызгаю туда, ну, чтобы мошку отогнать. И тут такой эффект. Ты представляешь это, какой эффект? Это... Ну, сейчас попытаюсь это рассказать. Взрыв атомной бомбы. Мошка же кусает она. Вот. И она... И она же... Она же кусает не как комар там. Подлетел комар, чик, пробил там кожу, да, и сосил кровь. А мошка, она вообще... Она получается... Вот такие зубы и одни крылья, короче. Такой вампир в мелких, блин, и противное такое существо. Блин, на планете, понял, это мошка. Ну, в общем, она тебя кусает, она отрывает плоть твою. Маленькую пускай будет. Кусочек плоти твоей, говорите, отрывает просто. Вот, и как бы остается там ранка такая. Нет, ты сливаешь одеколоном. Представь, какая боль. У меня такое впечатление, как будто я эти мои взорвались просто, понял. Я там, аж, такой, как заору, понял там. Мама дорогая, аааа. Друзья, это довольно-таки неприятные ощущения, наверное, были, да? Блин, ну я не могу, у меня столько красноречий, ну, слов нет. Так, не хватит, да? Не хватит, как это передать вообще, вреально. Тут, это, со мной, ну, был там, блин, мужички, так не знаю, что случилось, блин. Чего орешь, понял? Ага. Ну, я им объясняю. Они там ржут, они-то упакованы там, все в сетке одели, там, завязались, короче, там. Ну, они-то знают, а я-то еще не в курсе, там, эти дел, даже, такое бывает с этой, с мошкой-то. Вот такая вот, друзья, история у Станислава. Вот, друзья мои, вот эта красота местная. Ну, по местным меркам, мне нравится. Оценитесь. Природу надо ценить и беречь. Она хоть и маленькая, но природа, она всегда будет природой. Да, друзья, мне тоже очень нравится. Такой вот замечательный вид открывается, хотя мы вот тут вообще на скопанной поверхности, на каком-то огороде, можно сказать. Но, посмотрите, какая красота. Это опять же, ай. А хотя, можно сказать, полное говно. Это как так? Здесь не стоит покрасивее. Да? Ну. Друзья, если вы так же считаете, пишите в комментариях, может вы напишите, какие есть места интересные, куда стоит съездить, побывать, поснимать. Вот, да и просто отдохнуть. Мы вам очень будем признательны, признательны, вернее, извиняюсь, а также за большой жирный лайк, аванс, естественно, и комментарии. И также подписочку вашу на канал, а также под видео будет канал Стаса, ссылка на канал Стаса. Это чел, который идет впереди. Вот, и как бы вы можете на него подписаться. Поэтому, вот такая вот машина приезжает. Поэтому так, друзья, такая вот красота. Еще разочек вам покажу, разок. Такая вот, друзья, красотень. Ну, вот человек, видите, говорит, что видел места и лучше. Друзья, такая вот здесь, по пути к водопаду, мы идем к водопаду, все-таки попробуем найти этот оазис. Такая вот здесь площадка. Здесь, правда, другой водопад, вернее, видите, да, такая канализация, здесь люк, можно спуститься вниз. И, 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 такой вот мостик, друзья, не знаю, если наступить, не провалюсь, да вроде бы нет. Мостик и от озера. Такой вот, друзья, открывается вид на озеро. Такой вот, друзья, водопад, на мой взгляд, очень красивый, очень необычно. И вот куда-то идет туннель, труба. Я думаю, может потом посмотреть, сходить, куда она идет. Куда она приведет. Нас с вами, друзья. Видите, да, ступеньки. Друзья, ну теперь, наверное, я умною, потому что я... У меня запотелое лицо, друзья. У меня запотелое лицо, вот. И я тоже не хочу отставать от одного гражданина. Он уже есть на других. Вернее, он уже есть в этом моем видеоролике, на других тоже, кстати. И вот так вот умоешь. Девку-то хоть сними. Да, прям в кепке. Может нырнешь? Нет. Прям в кепке. Нырять не буду. Ну, лучше. Очень пиздато водичка. Извиняюсь за шлангийский. Очень водичка холодная. У меня лицо уже все горит, уже жарко, душно. Вот. Но вода, ее пить, наверное, нельзя, да? Пить мы не будем рисковать, ее пить. Попробуй. Плавать и нырять. Я, наверное, сейчас подниму станы. Потому что мне уже потом разуюсь. Потому что мне уже, друзья, жарко так ходить. Вот. Может, даже сегодня я для вас искупаюсь. Стас меня поснимает. Сегодня он мой оператор, а я его. Мы снимаем друг друга. Он, кстати, у него тоже YouTube канал есть. Он начинающий блогер. Я вот его подталкиваю на съемку, чтобы он занимался съемкой и не бросал. Побольше видосиков для вас пилил. Для вас, друзья и подписчики. Но даже, если вы не подписчики, надеюсь, вы скоро ими станете. Вот. И получается так, что мы теперь будем пилить видосики для вас. И выкладывать их в YouTube. Поэтому добро пожаловать. Ссылочку на Стас вы можете найти под видео в описании. Также, если вы это увидели в видео у Стаса, то меня вы тоже, в принципе, можете найти. Я думаю, этот паразит обязательно там ссылочку на меня оставит на своем канале. Если не оставит, то... Сам дурак. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен. Да? Вот, блин. Вот это красота, блин. Не, на самом деле, Россия все-таки красивая страна. Даже вот этими маленькими кусочками можно понять, что русская наша природа, это русская наша... Ни какая-то там зарубежная хуйта, да? Да. Россия! Сейчас бы косячка бы дергать не помешало. Ну, это уже за кадром, наверное. Чай гус? Я? Ну, да. Попью, я... Подожди. Пока я оператор, у нас видеооператор, друзья, я снимаю человека. Кстати, смотри, здесь здание не пахает, недвижимость. Я хотел вот как раз тебе сказать, вот это мне домик нравится, он хотя бы такой, ну, как сказать, бедненький сарай, блин, но на него так смотришь, такое, такое место прям, блин, от души. Волшебное, да, солнечное рекомендует, да. Здесь обдыхать, шашлыки жарить, вот. Друзья. Приятно, чисто, аккуратно, и тут смотришь, озеро, блин. А я бы, знаешь, как сделал даже, поставил бы шезлонги, говорил бы хорошего кофе, выкурил бы хорошую сигару. А почему не мохито? Не, я за здоровый образ жизни, потому что я сейчас не пью. Так, мохито тоже бывает безалтогольный. Ну вот. Я в этом, конечно, не разбираюсь. С мохицей там, суки. Я знаю, что такое самогон. Наш русский самогон. Ну-ка, расскажи подписчикам, что такое самогон. Чего рассказать, как его варить, что ли, самогон? Да нет, что-то такое, может кто-то не знает. Новогородских жителей виски там, коньяк, они знают, а вот самогон не знают. Местный, Джек Дэниелс местный, неподкрашенный, короче. Это наша русская водка домашнего производства. Которую, кстати, делали наши предки, бабушки, дедушки. Друзья, подписывайтесь на канал Джеков. Ставьте лайки, пишите нами вверх. Комментарии, комментарии, ну и все такое. Да, от вам человек. Будьте с нами. От души говорит, потому что видосы у нас будут лежать. Как на моем, так и на Стасовом канале. И будем продолжать беседу. И будет счастье в вашем доме, да? Да. О! Какая вот, друзья, красота. Вообще. Как в районе, да? Свобода, просто свобода. Это кайф. Это неописуемый кайф, просто, да? Вроде смотреть-то нечему, блин, но столько счастья, блин. Ты можешь как-то, блин. Да, друзья, такое вот небо. Такая вот красота. Друзья, вот такой вот здесь трактор стоит. Такой вот крутой трактор. Посвящается всем городским жителям, кто никогда не видел. Такой вот техники, сельхозтехники, скажем так. Такой вот, такие колеса большие. Такой вот трактор. Номера я не буду светить. Хотя, в принципе, это не автомобиль, ничего страшного. Не угонят. Такой вот трактор. Такие вот здесь домики. Это удачный поселок, скажем так. Это вот удачный поселок, друзья. Ну, вот еще разок. Давайте посмотрим. Вот такой вот трактор. Смотрите, какой. Какая морда у него. Такой вот, друзья, трактор. Как пойдем-то? Как пойдем? Вот его объясняют по дороге. Как его ориентировать? Веди нас, Сусанин. Веди нас, герой. А как там дальше, помнишь? Идите вы нахуй. Я сам здесь впервой, да? А, ну. Вот у нас. Ты же знаешь. Ну, интересно. О, хорошие предметы. Мужик с водой. Да? Да, значит, дорога будет полная. Видите, друзья? Значит, дорога будет в полноте. Ага. В прямом смысле я там услугал. У тебя уж плечи, кстати, обгорели. Да, но это здорово. Я, значит, не взлети, но подоги. Как? Здесь мы не выйдем. Это точно. Нам надо дальше. Вон, друзья. А если у меня день не прошел так просто? Уже свернул. А вон, как? Как что-то пить вообще? У меня прям горло жмет, друзья. Давай, тебя покинул. Вот здесь. Самое главное, чтобы что-то другое не жало. Да. Давай, нажимай, да че ты? Ты не мужик, что ли? Сильнее давай, давай же, дорога. Я верю в тебя. Что ты сможешь? Можешь. Во, блин. Молодец, блин. Справляешься. Друзья, жарко. И вода. Вода будет. Может, далеко-то. Водичка. Ага. Друзья, такая вот колоночка вода. Я с ногами, да? Б. Прям с ногами меняла весь рост. Только не очень далеко. Друзья, вот такая вот холодненькая водичка. Я хоть умуюсь, попью. Потому что жарко уже реально, друзья, жарко. Без Бога не спасается. Все. Попилоты. И можно снимать дальше. Друзья, тут такой вот тушистый зверь прибежал. Да, Стас? Какая кошечка, да? Любой окошечко. Домашняя. Воспитывая на молоде. Сметань. Да, скажи, да, я такая. Давай я тоже тебя поглажу, пушистый друг. Кс-кс-кс. Иди сюда. Ой, тут какая нежная. Кошка прям вообще ласковая-ласковая. Смотрите, друзья, как она ласкается. О! Такая вот встречает нас. Видите, как хорошо. Я тоже тебя поглажу. Ой, ты, ой. Она даже облизывает руки. Присок-кс-кс. Вся кошка. Мне весна, походу. Это кошка. Да, это кошка. Это кошка, друзья. И как можно не любить после этого животных? Вы мне скажите, как вот можно таких нежных не любить? Таких созданий наших друзей меньше. Детишек. Ну ладно, давай, пока. Все, давай, помурчи, помурчи. Давай, пока. Все. Нам пора идти. Проводишь нас. Видите, друзья, она провожает. Все. Давай. Друзья, вот такая вот здесь даже есть избушка. Курив ножка. Уже старая такая. И дорога вниз. К водопаду. Слышите, наверное, да? Шумит вода. Надеюсь, я иду верным путем. Мернемый день. И вот Зил, по-моему, стоит. Да, друзья, это, наверное, Зил. Старый, старый. Друзья, я спускаюсь по ступенькам. Видите, да, какие ступеньки. Крутые. Прикрутые. Хотя, в принципе, вполне нормальные ступеньки. Обычные, вернее. И мы с вами идем в райский оазис. Уже спускаемся. Спускаемся, спускаемся. Аккуратненько, чтобы не споткнуться, не упасть, не разбить себе нос или еще что-то хуже, себе что-нибудь сломать. Идем. Кстати, какая-то то ли пещера, то ли яма. Вот видно вам, да? Вот так вот я поправлю экспозицию. Она теперь заблокирована. Какая вот что-то похожее на пещеру, друзья. Ну и такой вот райский оазис. Вернее, он чуть дальше. Водопад этот, друзья. Водопад. Пойдемте быстрее. Быстрее не терпится посмотреть, что же это за такой, друзья. Водопад. Смотрите, какая красота. Друзья, смотрите, как здесь красиво, прекрасно, не знаю, божественно. Так что здесь такой вот холодок, прохлада такая. Хотел сказать, мятная прохлада. Нет. прохлада. Как в теньке, когда от жары прячется. Такая, друзья, прохлада. Видите, такой водопад. Главное, он не сломится туда, вниз. Такой, друзья, водопад. пас. Видите, да? Красиво. Такие славочки. Вот такая красота, друзья, посмотрите. вот здесь прекрасно, скажем так. Слышите, друзья, так пикает вода. Вот она журчит. вот такие вот здесь лавочки, столик, мангал даже есть, можно пожарить шашлыки, приготовить на углях мяско. Вот такие вот угля уже лежат, видимо, заготовленные. Вот он, Стас пришел. тренер Моторс. Ты где был, кстати? Блин, тут такой кадр, блин, был. Утку битву скугнул. Все, я нашел путь, короче. Мы сейчас отсюда пойдем. Да? Да. Видите, друзья, как круто. Комаров много. Пиво, лодка, рок-н-ролл и девчонок тоже. Девчонки, если есть желание с нами зависнуть в хорошем месте, звоните, пишите. Решим. Да, друзья, в том числе и дедушки милые. Имейте ввиду, что мы можем с вами вместе отдохнуть. Ура! Или приезжайте сами, да, и отдыхайте. В принципе, дорогу мы вам показали. Да! Поэтому мы у вас гостей приглашаем, а если вы не хотите к нам гостей, то приезжайте сами и отдыхайте. Здесь, в принципе, есть все условия для отдыха. Зонт, водопад. Да. Самодельный водопад, кстати. Друзья, про водопад тут, конечно, сказано слишком, это просто самодельная дамба, но все равно молодец тот, кто это сделал. Есть у него руки и фантазия. Пойдем покажешь людям. Ты босиком я просто в кедр. Вот, вот. Что-то сам можешь пройти. Вот, друзья. Ход бесплатный пока что. Смотрите, какая красота. Здесь такие вот камни. Здесь столик и такие лавочки. довольно-таки очень интересно. Очень интересно. Холодная. Холодная, да? Да. И я денежку нашел. Покажи. Так, подожди, держи, 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 держи. Я таписирую. Вот, видите, 1 рубль. Ну, что, заберем на удачу, что ли? А, кинь, кинь, загадай желание, наверное, люди кидали, загадали желание. Спиной, знаешь, надо спиной повернуться, к водопаду, по-моему, в ту сторону, куда-то лицом повернуться, или нет, или наоборот. Про себя загадай желание. Все. Утопил монетку. Загадал желание. Но, какое, друзья, какое желание, мы вам не скажем, потому, что тогда оно не сбудется. А сейчас, кстати, тоже у меня есть монетки, я кину и загадаю. Да, вы видите, даже здесь кто-то живет, что ли, здесь, вот, футболку кто-то забыл. А, что за футболка? Друзья, это не мы принесли, не думайте. А на натуре висит, мы только увидели. Что за футболочка? Наш лес, посади свое дерево. Вот такая футболочка. Вливайся в нашу, подружиться. Ну-ка, можешь я ее еще разочек взять, показать? Нет, не буду. Друзья, ладно, давайте я покажу. Такая вот футболочка интересная. Да, да. Я, кстати, в своей жизни, друзья, у меня просто сигарету уже бах. Я в своей жизни, друзья, сажал уже деревья, и не одно, поэтому, как бы, я могу этим гордиться, в принципе. Потому что я в этой жизни что-то посадил, дом пока не построил, начал только, но вот, дерево я уже успел посадить. Такой вот мангальчик. И, 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 и. Такая вот красота, друзья. Такая вот красотень. И наши вещи. Друзья, вот такая вот у меня монетка. Я хочу загадать желание, как это сделал Став, кинуть монетку. какое желание, кстати, я вам, друзья, не скажу. это будет наша с вами, вернее, моя маленькая тайна. Ну, теперь уже наша с вами, друзья, потому что вы это видите. Может, дай бог сбудется, узнаем. Наверное, я буду кидать монетку в сторону, куда вода стекает, водопада. Как ты считаешь, так? Ну, все правильно. Нет, я не знаю, выбирай сам. Ну, наверное, да, я буду монетку кидать. лицо сделай попроще. Дождь, я загадываю желание, избивай меня. все, друзья, я туда. давай еще разжай, десет. Все. Надеюсь, мое желание, что я загадал, оно не одно, будет. сбудется. Друзья, друзья, надеюсь, что желание, которое я загадал, а я загадал, не одно желание, сбудется и исполнится все то, чего я так сильно хочу, но об этом я вам говорить не буду. Опять же, это останется маленькой тайной. Друзья, вот такая вот здесь вода. Давай тебе, побольше, кеды намочил, я... Да выкинь их вообще. Выкинь их в водопад. Друзья, вот это природа. Вы даже выглядишь как Марио, блин. Так, сейчас вот сюда. Давай попрыгай, Марио. Я, я как супер Марио. да, как супер Марио. Друзья, такая здесь вода. Я даже не знаю, я бы нырял, но там не очень глубоко, я просто ноги, наверное, поломаю, да, от каждого. Но вода очень прикольная, и я советую вам, всем туда приехать, пожарить мясо, и, естественно, главное, ноги не замочить, друзья, хоть ноги это здоровье. Друзья, у меня разрешат следы. А что залить туда? Ну, туда. Лишь, как на плес, не боролся. Вот так, друзья, тут охуенно. Вода прохладная, можно даже купаться, но вода холодная, друзья, вода реально ледяная, наверное, я буду уже вылазить, потому что я не хочу заполнить, но это кайф, это рай, приезжайте сюда обязательно. Все, друзья, я пошел вылазить, а ноги, ноги попали, скажем, да? Да, да. Друзья, пойду я наверх, по лесу вернее. Вода холодная, ноги, у меня только горло болят, болит, вода ледяная, друзья. Я вот когда там лазил, все ноги намочил, и вот уже мне, в принципе, смигалка сделать вот так, потому что ноги все равно уже мокрые, вода холодная. Я на стомике плаваю там, да? Там, там. Короче, друзья, я уже замерз, уже пора выдвигаться. Давайте уже, мать мои деды. Такая вот вода. Давайте их помоем. Помоем серый. Я знаю, эти выебоны, друзья, эти выебоны. Я делаю, мочу свои ноги. Вернее, их до этого намочил. Блядь, суха. Ебать! Все. Видите? Я хочу помыть ноги, чтобы когда я пойду сейчас, вот скажите, очень жарко, да, и когда у меня будут влажные ноги, мне будет комфортнее, потому что они от сырости будут охлаждаться. Вот. Кстати, для тех, кто в жару гуляет долго, вот, и изнуряет от жары, а воды рядом нету попить, вы также можете намочить свою обувь, вот, и идти по улице, да, вот. В принципе, вы меня можете принять за пиздобола, я вас тут забалтываю, вешаю вам лапсу на уши, друзья, ну, а действительно так. Когда вам жарко, вы можете намочить главный убор или овусь, вот, и просто у вас будет влага, как вот цветы, когда вы поливаете, они же тоже корни подпитывают, да, ноги, друзья, это наши корни, как бы. Ну, как корни у деревьев, да, вот деревья, вот корни они в ладе. Видите, какое дерево, оно, в принципе, не сухое. Так же вот и я, я буду идти, ну, оно, конечно, немного такое уже, не очень красивое, вот, наверняка постановки не стоит. Вот, ну, в принципе, я вот тоже выливаю воду с косовок, надеюсь, я найду нормально. А может, босиком, друзья, пойду, не знаю, если мне будут ноги натирать обувь, поскольку у меня резиновые мышки, видите, да. Вот, кстати, у меня конверсат, друзья, фирма Converse, правда, уже заплатка именно на подошву, но все равно. Я обожаю фирму Converse, вот, и босиком тоже прикольная, тоже фирменная. Поэтому, как бы, наверное, пора уже выдвигаться в общежитии. В принципе, мы для вас с Фасатом все поснимали, вот, и думаю, вам этот притос зайдет, поэтому не забываем ставить вот такие вот жирные лайки, комментарии, обязательно подписываемся на мой канал, а также можете донатить, номера электронных кошельков, и ссылочка на донат будет в описании под этим видео, друзья, все будет в описании, поэтому не забываем. Дерский водопад! Как бы не наеднулся, понимаешь? Вау! Сульска, да? Вот, а просто так! Ооо! Ооо, депико прям! Смотри, не наебнись, как я! Я уже там много пожарить не буду, я не умею многословно разговаривать, как депо, но здесь классно, свежо и приятно! Друзья, вот такое вот здесь болото, и мы с Астасом идем, идем через болото, друзья. Сейчас даже вам покажу. Здесь вот доски, видите, да? Мы идем в общагу обратно, такие вот доски, и вокруг болота. Главное, не провалиться. Ноги я уже намочил, в принципе, мне ничего не страшно, но здесь торфяники, и можно остаться навсегда ненайденным. Поэтому рисковать не будем. И пойдем осторожно. Мы решили срезать путь, друзья. Надеюсь, мы дойдем благополучно, видите, да? Здесь, наверное, и щучка водится, можно порыбачить. Прийти нам позже сюда со Стасом и попробовать что-нибудь поймать. Крупненькое, хищненькое, вкусненькое, естественно, тоже. Такие вот здесь тропы мы проделываем. Такой себе путь. Что-то наверху уже, да? Там две может быть, там две. Да? Думаешь так? Ну, здесь не помог. Подожди. А здесь что? А здесь дорога, поле. О! Так мы двойной путь с тобой сделали, да? Смысл ли ты здесь? А? Смысл ли ты? Да. Друзья, видите, как мы вышли туда? Так мы вот отсюда-то и ходили. Да. Точно, мы отсюда-то и пошли сюда. Поэтому, друзья... Вон, до того столба ходили. Ага. Дальше даже. Видишь? Даже дальше. Когда не знаешь, где находится, вот так и блуждаешь. А оно-то было, вот оно. Ну, да. Друзья, думаю, вы запомнили, как сюда дойти, прийти. Вот дом. Красный дом, ориентир. Ага. Поэтому, думаю, вы тоже приедете в это место, как и мы его найдете. Что, обратно на вахту, да? Пойдем в общежитие. Да. Вот. Поэтому я говорю... Сейчас вот обратно мы... Вахта... Драхта, тебе драхта. Сейчас мы обратно, да, с тобой в общежитие, наверное, да? Уже никакие дела делать не будем. Поэтому я и говорю, мужик, снимай, снимай. Я вот тоже снимаю, понимаешь? Ютуб это бешеные бабки, чувак. Вот, да. Бро, я не знаю. Друган. Потому что я вот пацанам говорю тоже с нами в вагончике, друзья. Живут, говорю, снимайте. Они, о чем мы будем снимать? А я говорю, что... О чем угодно. Смотрите, люди, какая вокруг красота. Сколько прекрасного вокруг. Те же влоги. Я вот тоже, когда начинал снимать, я ломал себе голову. Чего? О чем? С чего начать? У меня просто лопалась голова, взрывались мозги. Закипали просто. Кровь во мне закипала. Я не знал, что, о чем снимать. Как бы пробовал там разные тематики, там. Разговоры там с мертвыми, сейчас модно, МВФ. Потом там обзоры, там телефон у меня был, на него обзор делал. То есть это мне лично самому не зашло. И как-то случайно я себя снял. Я вам это уже говорил в предыдущем ролике. Снялся я просто вот сел по улице. Мне скучно было. Я достал камеру, стал себя снимать. Потом посмотрел, думаю, да это же айс. Это то, что я так долго, как Губ поет в песне, да, читает, вернее, рэп. Айс, бэби айс, да. Также у меня это айс, народ. Потому что я понял, я себя нашел именно во блогах. Мне очень нравится путешествовать, ездить. Но пока что у меня какие-то путешествия. Я мотаюсь по вахтам и снимаю, снимаю то, что вокруг там какую-то природу меня куда-то заносят в далекие места, как вот сейчас, там самую жопу. Вот, города Дмитров, Дмитровский район, поселок Рогачево, да. Тут видите сами, вот мы со Стасом нашли, нашли. У меня ноги, я, друзья, что-то реально мочил, лишь бы не заболеть. Поэтому пожелайте мне выздоровления. Вот, я долго искал, и поэтому я всем говорю, столько вокруг, вот, друзья, столько вокруг прекрасного. Снимать можно, о чем угодно, у меня до штаны спадают, от размущения моего, вот. Можно снимать столько чего, столько в этой жизни прекрасного творится, да, еще раз повторюсь. И просто снимай, что происходит вокруг. И просто ассистируй, или как это, как дирижер вот палочкой махает. Просто помогай вещам происходить, происходить в кадре своим чередом, да, просто украшай этот кадр. Друзья, видите, с меня даже толстопка спадает со штанами. Просто, просто помогай, помогай природе своим присутствием в ней. И все. И все у вас, друзья, все у вас, друзья, будет. Поэтому не вешаем нос. Я думаю, что после просмотра этого видеоролика у вас тоже настетнет какое-то вдохновение. Вот, может, слова вам. Кстати, никогда не гонитесь за деньгами, друзья, потому что деньги, если вы будете ставить цели, а деньги, вы никогда не добьетесь результата. Я так понял, на собственном опыте, если вы будете известны с деньгами, там к вам не придет неизвестность, друзья, деньги к вам не придут. Всегда пытайтесь, я не знаю, получать от этого максимум удовольствия, максимум кайфа. Тогда, друзья, у вас все, все будет. А если вы будете хотеть сразу там миллионером стать и известным блогером, ну, такого навряд ли у вас будет, друзья. Как это вообще можно слушать? Чего можно здесь снимать? О чем тут можно говорить? Несет вообще никуда. Я вообще не понимаю это. Чего тут можно снимать? Ну, поля. Какого? Прус. Ну, природу, блин. Это красиво. Я не знаю, чё ты там вообще, блин, это, ну. Кайф ты причепорить умеешь, конечно, да. О, вот это сними. Орел. Ох, красавица. Видно, нет? Да. Очень далеко. Символ свободы. Это символ свободы. Знак байкера. Знак рокеров. Это хороший знак. Как кипел поет. Я свободен. Ну и так далее. Вот. Поменьше болтать, блин. Побольше делать. Надо стараться уединяться с природой, с небом, с солнцем, наслаждаться. это здорово. Это вообще классно. Ведь для здоровья полезно. Надо путешествовать, в общем-то. Чем больше, тем лучше. А чё ты, блин, диды, языком там, говорит, трещать, блин? Ни о чём вообще. Ни о чём. Надо делать чё-то, блин. Что-то надо реально снимать. Чё-то интересное. Чё болтать-то? Чё болтать? Надо делать, делать, как бы. Движуха, движуха, короче. Там, блин, сигнал. Ну, я так думаю. Вон, смотри, самолёт. Сможешь заснять? Ага. Ну, вон, видно, точку, да, двигается очень далеко. Только в полёте живут самолёты. Там, таран. Знаешь такую песню? Конечно. Классная песня. Слушай, ну ты вот тоже запел про природу, заговорил. Да. Поэтому, знаешь, это же как это, вот, заряд, позитивный заряд, блин. На самом деле, ну, с одной стороны, я с тобой согласен, блин, это тоже, как бы, такой свой кайф. Там, берёшь и снимаешь природу, там, и путешествуешь. Я с тобой с этим согласен, да. Чё там дома валяться, блин, в этих четырёх стенах, блин. Вот она, свобода. Вот полёт фантазии, блин. Да же здорово. Ну, по идее, блин, смотреть не на что. Но, если приявить там какое-то желание, хотя бы, у нас пока нету такой возможности куда-то ездить, там, по другим странам смотреть. Здесь есть на что смотреть. В России, да, в России есть много мест, которые просто люди говорят, то, что за рубеж, за рубеж. В России намного больше всяких мест красивых, чем за рубежом, например, и Россия, что они не изучены до конца. Согласен, да. Это да. Мы в других странах очень здорово, наверное. Да, но... Просто хотя бы сизикой. Я вот хочу в Индию съездить. У себя дома лучше, мне кажется. Сиз, Джек. Везде хорошо, а дома лучше, да. Я не работаю. Я хочу в Индию съездить. Посмотри. Ну, она вообще духовно развитая такая страна, хотя она считается бедной страной. А ты сам на Индуса похож? По материальным меркам, как бы, да? Но она очень богатая духовно, понимаешь? Духовная страна. Ты сам как Индус, он уйдет. Где, в каком месте? У меня брочки же нет на лбу. Светы взял вообще, как я похож на Индус. Ты что? Светы. Я имею в виду, загар. Здесь это уже... А я чем могу похвалиться, Сюлья? Типа, немножко пугарел. Кепочки в шортиках. Кепочки в шортиках, как в индийских фильмах. Я доволен тем, что я сегодня взял энергию. Ставьте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Джека. Оставляйте комментарии. И до встречи, братья! Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok